Всем доброе утро! Я в гостях. До гостей я шла недолго. Спустилась вниз. Вот Леночка, вот Нелечка. А вот мой любимка Филиппочек. Филиппочка, я тебе вчера задала вопрос. Я хочу тебя с собой взять в Америку. Поедешь со мной жить? Не хочет ни в какую. Ну ни в какую. Какой же он хорошенький. Оба, конечно, хорошенькие, но это уже взрослая девица. А вот он маленький еще такой. Ты уже взрослая, да? Да. Такая атаманша. Друзей набрала вчера. Целая куча за ней бежит. Все с ней дружить хотят. Всех накормила, напоила. За таблетками мне сбегала. Да. Молодец вообще. Она ответственная. Да. Они вчера купались. Еле кот вчера этот открыл. А? Кот у тебя двери. Да. Ты меня вчера спасла от смерти, можно сказать. Потому что я вчера умирала, за столом сидела. Слушай, вот эти две подружки, две девчонки, две сестры. Они с тобой по-английски ведь разговаривают? Да? Они умеют по-русски. Ну да, они умеют по-русски разговаривать. И что, вы каждый день с ними встречаетесь? Вы ходите, купаетесь или что? Ну, почти каждый день. А как вы время проводите с ними? Когда-то купаемся. Ну, ты познакомилась с ними именно здесь? Да. А теперь, когда ты уедешь, и они уедут, вы выйдете переписываться? Ты взяла у них номера телефонов? Да. Они такие хорошие девочки, да? Да. Когда мы в Америку поедем? Я там с ними встречу. Наверное. Немер здесь уже, да, контакты собираешься. Конечно. Ты поедешь в Нью-Йорк, с ними встретишься. Да. Да. Ты же уже была в Нью-Йорке? Один раз. Ты была? Да. Она же сама прилетала из России в Америку самостоятельно. Ты не знаешь, что это? Нет. Сама одна. Пандемию. Очень часто так делают, кстати, детей. Отправляют, да. Она когда садилась на рейс в Москве, это как раз был ее месяц, 2020. Очень много лука. Да? Ну, съешь хотя бы желток. Ничего. Ничего. Да, возьми себе что-нибудь другое. И она стояла, ее папа там провожал, его нужно было знать. То есть, получается, родители, бабушка, дедушка из рук в руки должны по доверенности передать. Да, да, да. И вот они стояли как раз в очереди уже там, ну, как провожать ее туда в аэропортах. И помнишь, да, какая-то пара с тобой семейная начали папе говорить куда-нибудь, когда она тебя отправляет. Нет. Что же там? Нам вначале мама говорит в аэропорту в Кольцово в России. В Кольцово даже? Нам нужно было пойти в какой-то офис и там что-то заполнить. Я не помню, какой офис, где-то там у аэропорта. Да. Мы с папой туда приходим и они нам говорят, вашу дочку одну не отпустят. Вам ее там границу не пропустят через границу. И начали нам тут говорить что-то там. Стрещая, стрещая. Да, короче, лапшу на уши навешали. Папа уже весь испереживался. Мы уже не знаем, что у нас не отпустят, у нас билеты все есть. Тут мы начали звонить бабе Оле, потому что мама как раз уже в Нью-Йорк в это время летела. Вот. Бабуля говорит, что вас пропустят, дала им трубку и все, Оле там все порешала. А что там пара? Пара за каждую неделю, что ли? Да нет, не пара, вообще какая пара. Да пара, которая стояла, еще сказала, говорит, куда вы свою дочь отправляете в пандемию? Вы что, совсем что ли? В очереди так делали? А, еще в очереди, да. Это я к чему говорю, что психологически люди всегда стараются воздействовать на тебя, чтобы ты не делал то, что ты хочешь сделать. Я сама была в пятом классе, наверное, или четвертом. Меня в Ригу отправили одну, даже тогда, еще отправили, помню, с поезда на поезд меня. А сейчас так же летают. Да, детей отправляют так часто. А мне девчонки это мне посоветовали. Тем более в самолете. В самолете же никто не остановит самолет посреди пути и не заберет девочку. Это не поезд. Ну да. Слушай, классно. Слушай, скажи мне, Анелли, как ты думаешь, какая погода сейчас в Екатеринбурге? Плохая. Какая плохая, например? Я даже знаю, сколько. Ну там много снега, думаешь? Сейчас. Хочешь, я подскажу? Минус 28. Думаешь, снега-то много, скажи? Ты не скучаешь по снегу-то? А я скучаю. Я знаешь, сколько лет не видела снега? Наверное, лет 15. А в Америке что ли, нету что ли? Ну я же в Африке дешево. Когда я куда-то езжу, то обычно не зима. Поэтому я не видела снега в 15 лет. А так хочется походить и похрустеть, да? Как ногами идешь по снегу. Вот это я помню. Нет, это вообще холодно. Это вообще холодно. Скажи, давай я стой по-английски говорю? Давай. Давай, давай. Вместо английского урока? Слушай, послушай меня. Во-первых, мой английский. Наверное, не лучше, чем твой. Я хоть 20 лет есть здесь с женой, но я говорю по-английски неправильно и до сих пор учусь. Поэтому, возможно, мы будем с тобой говорить, и ты мне еще нос утрешь. Он по-ракусь мне, нет? Да. Нет, я просто буду тебе задавать вопросы какие-нибудь простые, а ты мне можешь отвечать. И я хочу послушать. Потому что я так и не слышала вчера тебя, ты с девчонками бегала, и я так и не видела твоего разговора. Так что, Нене, где бы ты хотел идти сегодня? Что? Где бы ты хотел идти сегодня? В Тулум, чтобы идти в Синос, когда мы с детьми и Джулия, но они уходят и хотят идти еще раз. Так что, почему ты любишь Тулум так много? Потому что у меня есть мои любимые Синос, когда ты можешь прыгать в поле. Так что ты любишь ехать на вечеринке, обычно? Я вижу, что ты не ехать на вечеринке, почему? Я люблю банану. Ты любишь банану? Я люблю шейк банану. Ты знаешь, что я люблю? Я люблю шерак. Ты любишь шерак? Да, да. Я люблю это. Я люблю это. Это действительно очень вкусно. Слушайте, я вообще говорила о том, почему ты ехал твои ехать? Потому что мама ехала. И она сказала, что я не ехала. Потому что мама ехала на огонь? И она сказала, что я не ехала. И она сказала, что сейчас и ты еще не ехала? Она сказала, что ты не можешь ехать больше, что ты ехал. И я ехала для детей. Скажи мне, пожалуйста, как долго ты учишь сейчас английский язык? Сколько ты уже считаешь? Сколько ты? Год, два? Ну, вообще, ты был человек. В школе. Ну, вот в школе у тебя обычный материал, но она с уклонным действием училась, но там, да, возле дали, да? Ну, да, а потом я уже строю с дедушкой Риком. Я всегда деда Рик называю. Да, у тебя есть. С дедушкой Риком. И все. Вот я что хочу сказать, все-таки, насколько разница, когда дети начинают говорить на английском, да? И вот я говорю почти на том же уровне через 20 лет. На каком уровне она говорит через 3 года, да? Она может сказать абсолютно все. Где-то она пропустит, где-то она слово просто не знает, просто не слышала ни разу этого слова еще, да? Вот, и, конечно, у них насколько уровень быстро растет, это вообще... А можно я еще это, ты пока вопрос ей задаешь, и Филиппа приглашу, чтобы он букву Р тебе показал? Давай, давай, давай. Ты знаешь, что я Филиппа просто влюблена. Какой он хороший мальчик. Мне очень понравилось, что он помогает. Он всегда помогает. Всегда что-то носит, что-то моет. Мама ему сказала вчера, вот это сделай, он без слов пошел и сделал. Это вы его так две девушки воспитываете? В основном мама. Ну, когда-то тоже мама мне говорит, что там, если вот что, да, это мне ссор, чтобы дать Филиппу, типа, чтобы он понес. Скажи, а вы ругаетесь с Филиппом, ссоритесь? Или очень редко? Всегда. Да ладно, а как с ним можно поссориться, он такой скромный? Угу, конечно, не скромный. А что, например, из-за чего, например, вы можете рассказать? Из-за дивана. Из-за дивана? Кто сядет на диван? А что, на диване мало места для двоих? Да. Нет, ну правда. Потому что, ну да, Филипп хочет лежать, я тоже хочу лежать. А, лежать ты хочешь. Или тут зарядка, а слили, там, не знаю, только один блок. И тот один может лежать на диване. Ну, а если Филипп, допустим, провинился и, допустим, он не прав, он попросит у тебя прощения? Нет. А ты попросишь у него прощения? Ну, он тебе уже недавно сказал, прости, сестра. Вот я недавно, а вот я только сегодня открыла видео какое-то, и ты говоришь, Филипп, ты что-то там, типа, провинился, попросил у сестры прощения. Он говорит, прошу прощения сестра. Он мне он сказал, прости, сестра родного брата. А, получается такое, да. Что ты говоришь? А что он сделал? Нет. А что он сделал? Почему? А что он сделал? Вы даже не помните две девки, что он сделал? Помним. Что? Мы пошли из бассейна, он убежал, и я там хотела бы искать. Он убежал куда-то, сюда. Я пошла маме сказать, что я его потеряла, он тут отдыхает. А ты когда ему встретила Филиппа коротко? Да. Да? У него так красиво сейчас. Я ему даже такой рэкет это делала. Даже на лысо, а не на сутки. У него такие красивые волосы, прям они у него как шелк. Это его, кстати, желание. Потому что он отказался подстригаться, и в России стали шеющие. А почему он не идет к нам? Не хочет? Он стесняется. А, он стесняется? Блин. Как стесняется? Меня стесняется или видео стесняется? Ну, вообще, видео там. Я думала, он привык уже к видео, а у тебя нет. Ну, он по-разному. Когда он получает какой-то негативный. Вот видишь, насколько у тебя двое детей от одной мамы, и насколько они оба разные. Да, всегда. Атаман, просто атаман. В хорошем смысле слова. Она все тебе расскажет, все сделает, а он такой скромный. Он чешечка. Да. Но оба такие классные вообще. Скажи мне, ты не хочешь передать что-нибудь бабушке Оле? Привет. Ну, привет-то ладно. А давай у тебя про бабушку Олю спешим. Привет, бабуля. Хочу, чтобы ты обратно приехала, потому что с мамой мы вообще никуда не ездим. С тобой мы везде ездили. С мамой мы вообще никуда не едем. Мы только дома учимся. Скажи мне, бабушка Оля приезжает, что вы делаете? Вообще, бабушка Оля приезжает, у вас праздник сразу? Серьезно? И на батуты ходим, и с дельфинами ходим плавать, и на сеноты ездим, и в Тулум. Куда мы еще там? Косички делаем. Да, и косички за 100 долларов. Бабушка Оля, она вообще как праздник, да? Она никогда тебя не рукает? Рукает вообще когда-нибудь? Не наказывает вообще ни за что? Все прощает, да? Да. Класс. Только если мама не знает, она заказает. Ну, все равно надо вас притрунить-то чуть-чуть. Нельзя же все там завершать. Вот. А косички-то давно ты делала? У тебя уже они отросли. Сколько они мне надо? Когда в Голю я была, какого числа? Не помню, недели. Девятого, ну... Я тоже такие хочу. Мне что-то такие наплести. Я тоже хочу. Я с такой щекой. Ну, в общем, где-то, наверное, 7-го числа сегодня. Какое у нас? Сегодня 23-го. 23-е я седьмого делала. Они уже так подросли. Скажи мне, а хочешь обратно в Екатеринбург сейчас? Нет. А у тебя там много друзей осталось? Нет. Сколько у тебя там подружек? Много. Много? А вы переписываетесь или как-то разговариваете с ними? Что они тебе говорят? Они стыдят за нашей жизнью. А что они тебе говорят? О, везет тебе Нелли, а и мы тоже кто-то хотим. У меня все будут спрашивать. Нелли, а ты Ланге или Хоффман? А ты что говоришь? Все. И та, и та. Ну, вообще, фамилия Ланге вообще шикарная. Это какая-то фамилия такая, как у меня, вот, я приехала в Америку, у меня, знаешь, какая была фамилия? Крикун. Крикун. Крикун? Да, у меня Артем Крикун. Потом я стала Квик, потом я стала Фалькона и все испортила. Ну, шучу, конечно. Но вот фамилия Ланге, она вообще откуда? Что за фамилия это будет? Это ведь не польская, что ли? Ну, она как бы, говорят, что у меня это немецкая, еще и смотрела корне-эстонский, а вообще я фамилию взяла. Красивая фамилия. Я раньше это скрывала. Так вот, ты сейчас не Ланге уже? Нет, я Ланге. Я скрывала, что я фамилию-то взяла, потому что у меня же от родного отца одна была фамилия, а потом я в каком, лет в девятнадцать мне было. А сейчас ты вышла замуж, что взяла фамилию или оставила Ланге? Вообще интересно, да, у меня получается, я поменяла на Ланге, просто сидела, смотрела телевизор. Ну, вот хочу я, знаешь, бываешь, живешь с чужой фамилией, и ты понимаешь, что ты не хочешь с ней жить. Ну, так бывает. И я сижу в телевизоре, смотрю какой-то Антон Ланге. Я такая, вау. И на следующий день сразу же собрала документы, пошла Не поняла, так это не чья фамилия? Нет, это просто какой-то Антон Ланге. Вообще в Америке тут делают так, да, они хотят фамилию другую и делают. Да, конечно, а почему твоя жизнь как очень-то делаешь? Да, 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 да. А я думала, это у тебя фамилия от мужа, от первого, или что? Нет, ну вот слушай дальше. Я себе поменяла эту фамилию и думаю такая, не буду больше, вот выходить замуж буду и фамилию вообще менять не буду. Вот возьму себе красивую всю жизнь, буду счастлива. Да. Ну, и вышла первый раз замуж, не взяла фамилию мужа, второй раз замуж вышла, не взяла детям. И свою фамилию дала, за что спасибо большое чтобы он первый муж, что он не отказал, поддержал меня здесь. И вот сейчас третий раз уже замуж вышла, но здесь уже, как бы, трое уже, ну, как бы, да даже не то, чтобы он попросил, а просто я уже сама хочу взять его фамилию. А ты у тебя сейчас дофамилия? А? Дофамилия. А я хочу тоже фамилию поменять, я тоже, я возьму фамилию Трамп. Кстати, какая фамилия, так и поплывешь, а Трамп это же в переводе Козырь. А, да, да, да. С какого языка? А? С английского? Да. Вау. Когда в карты играешь, а Козырь это Трамп. А, очень хорошо. То есть, представляешь, когда у нас был президент Трамп, я говорила, вот эта вот фамилия у президента, да, Козырь. А Путин, а Путин интересно. Путин я не знаю. Как переводится? Ну, Трамп мне очень нравится, поэтому надо менять. Да, конечно, взял документы, а потом сами себе. Да нет, у меня-то тоже хорошая фалькона, конечно, да. Мне нравится. Ну, чего, девочки, куда мы сегодня едем с вами, решили все-таки? Да, мы едем сейчас в маленький городок погуляем, по дороге посмотрим, поснимаем видео. Мы один раз... Сейчас. Я хочу Филиппа. Поживи его. Скажи, Наташа просто умоляет, на коленях стоит. Мы один раз, когда были там на Сенотах, мы на следующий день, на который те прикольные, там прямо написано «Jump here» и просто дыра такая черная. Мы сначала слезли, потом там прыгали, в общем, там очень крутые Сеноты из тех, которых мы были, там самые крутые. Потом мы на следующий день объехали еще двое-трех Сенотах, нам вообще они не понравились. Там нельзя ни прыгать, просто плаваешь. И мы поняли, какое-то там прям крутое Сеноты, там прям прыгать можно. И потом мы идем в Канкуни, решили, вдруг тоже какие-то крутые Сеноты. И нам пишут «Сеноты». Мы едем, ничего не понять не можем, какой-то город старый. Ну вот как жители вот этих вот, вот, мексиканских. И мы едем, ничего не можем понять. Приезжаем, и нам пишут «Хир», какая-то детская площадка и дома вокруг, мексиканцев. Мы на ночь походим, идем к какой-то детской площадке, смотрим, там пацаны прыгают. Мы думали, там Сеноты, что ли, бесплатно, что это такое. А там, оказывается, пацаны просто там раньше какие-то Сеноты были, а потом их забросили, и там мальчики сами себе там все сделали и сами попались там. А давай посмотрим твои косички. Луни. Я, мисс Ирина. Луни. 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 Долор de cabeza terrible Yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien Tú tienes que dejarla Y cuentos de playa Con fogata en arena O como sirenas Скажи мне, какой предмет у тебя самый... Ну это... Ну это, наверное, такой очень, я не знаю наивный, даже не наивный а, наверное, обычный вопрос у детей спрашивают, вот какой предмет в школе у тебя самый-самый любимый Не хочу вас разочаровывать, но никакой Перемена А у них сейчас нет рисования Потому что у меня был самый любимый предмет рисования У нас по АИЗО очень-очень А на контакт, наверное, против окна Скажи мне, а что, математику не любишь? Ну, тогда как? Сейчас дроби вообще не люблю Нет? А проценты? Проценты? Ну, проценты вы еще не изучали? Допустим, 10% от 100 Сколько это будет? 10% от 100 Это будет 10 Правильно? Так ты знаешь проценты, значит? Нет Ну, говоришь же А мне же ты ответила на вопрос? Да А русский, как у вас сейчас разбирает предложение? Как мы раньше разбирали? Подвижащие, сказуемые Делаете, да? Это уже давно было Супер Мне понадобится ангелец Даже уже килограмма сантиметра будут не так актуальны Ой, это-то вообще, это ужас просто Как тебе идти? Нет, а чего у нас Филипп-то такой скромный? Он всегда такой скромный? Смотря как Ну, вообще с тобой-то он, наверное... Да, смотря где С тобой-то он, наверное, разговорчивый, да? Ну, да Есть такое Если там ему конфета нужна Он иногда в машине Притворяется, что он спит, чтобы куда-то не идти Да Ну, допустим, мы куда-то идем И он притворяется, что спит, когда не хочет куда-то идти И тут мама говорит Мы всегда говорим То, что, типа Сейчас пойдем в магазин Купим мне конфет Жуачек И Филипп сразу тут вообще вот А сколько тебе лет сейчас? 10 10 лет уже? Ну, вообще, Лена, ты знаешь, что? Я вообще думала, что ей лет 12-13 Она такая взрослая Ну, она немножко... Ну, ты давай, положи на стол А то уже опять как будто тебе 10 А то, да, опять как будто 10 Слушай, мамин муж новый, вот трой Расскажи про него Он хороший, добрый? Да А он учит тебя английскому? Да Поправляет тебя? Например, вот ты что-то скажешь неправильно Ведь это очень важно, если тебя американец будет поправлять Это очень классно Бывает Или ты сама у него можешь спросить А как вот это слово говорить? Нет? Говоришь? А куда вы ездили с ним? Много куда? Ездили? Да Вам интересно А ты все понимаешь, что он говорит? Ну, почти Потому что американцы, они очень быстро говорят, да? Да Но ты, так как ты, я думаю, с дедушкой Риком общалась, то ты, наверное, после этого нормально уже общаешься, да? Да Классно А он что-нибудь готовил на кухне американское? Нет? Он вообще не готовил Ну, как обычно мужчины, они не любят готовить Нет Ну, а что он любит есть? Ты не заметила? Он любит яичницы или он любит мясо или что? Что вы делаете? Брокколи Брокколи? Ой, так он тоже правильное питание, как мама Да, вот это вот важно Вы любите А океан любит с вами ездить? Да А в магазине ходить ездить? А в магазин вообще не любит ездить, да? Он говорит, что за это время, он первый раз в жизни столько погрушились в продуктовом магазине Мы же обычно, ну, у него закупают, привозят, все в холодильник собирают, он приходит только ест И он говорит, я вообще не помню, когда я последний раз в жизни был вообще в продуктовом магазине И чтобы за такой короткий период времени занять ездить Ну вот, позывай его теперь с собой, пусть как мораль сейчас А все, сейчас семейная жизнь, видишь, началась, только координатно поменялась Да Я всегда в России сникерс там съела, я сходила вниз себе купила сникерс Конечно, это нелегко, как бы одеться, там, собраться вниз У нас там просто в нашем доме есть магазин Я обычно туда схожу, сникерс себе куплю, поднимаюсь наверх Пока поднялась, весь сникерс съела, опять это в магазине А ты помнишь, как появились сникерсы и марсы? У меня мама от киоски тогда работала А ты помнишь, как они появились? Или ты еще очень маленькая была? Не, я их помню, я запах помню, кинтер-сюпризов Не, ну запах-то понятно, но я помню, когда они в первый раз появились, они просто взорвали, помню, всю Россию Сникерс, Марс, это... Я помню, покупала Марс, и именно Марс мне почему-то нравился Я маленькими кусочками отрезала ножом, с чаем попью и положу опять в боль А у меня, знаешь, как вы случаи, была у меня тетя Наташа, она, ну, занимается профессиональным фигурным катанием И ездила на соревнования в Америку, по-моему, тогда, или куда-то за границу, не знаю И она мне привезла жемачку в первый раз, вот такую И я помню, ее это, жевала, и я не могла ее просто, это, вот я дня два или три ее жевала, расстаться с ней не могла И так ее жевала, что уснула с ней, и утром проснулась, она у меня где-то под подушкой, вот так вот все, волоса Да ты че? А ты прикинь, я же ее выковырила, часть выбросила, еще часть еще жевала Нет, это-то нам знакомо, мы жевали, пока она не развалится уже в ртуке, это я помню Вообще Да, да, да Мне так было жалко, я бы ее еще месяц жевала Так ты че, Нелли, я тебе расскажу, когда я была маленькая, мы всем классом, у нас была эта мечта Самая большая мечта была жевачка, если кто-то жевал жевачку, то все с ней хотели дружить или с ним Так мы жевачку по всему классу пускали, каждый жевал по очереди И везло тому, кто жевал последним, потому что он оставлял жевачки себе Вот такое было, ну представляешь Это как анекдот про зубочистку, да? Официант подходит, значит, официант и говорит Официанту, говорит, принесите, пожалуйста, зубочистки Он такой, да, секундочку, сейчас они освободятся за соседним столом Так же, да, да, да Ну, Нелли, вот это сейчас не понять А еще, знаешь, как интересно, я ей всегда говорю Принеси, говорю, где, говорю, мой сотовый телефон? Принеси мне сотовый Она говорит, мам, почему ты постоянно называешь сотовый телефон? А я говорю, а как я должна ее называть? У меня даже, а почему? У нас же раньше был Сотовый, я тоже сотовый называю А почему? Потому что у нас был домашний и сотовый Понимаешь? А сейчас же нет домашнего телефона У нее один телефон Она говорит, почему ты сотовый называешь? Ну да, все за сотовый, просто телефон Сотовый телефон А домашний сейчас же, у кого? Наверное, у кого нет И тогда очереди стояли за домашним телефоном Очереди Я Винсенту рассказываю про очереди за телефоном Он вообще не может понять, мы ждали когда-нибудь А мне муж сейчас такой говорит, мы как-то ехали с ним в машине И что-то затронули эту тему И я говорю, ну да, у нас, говорит, никогда не было сушильных машин Не было никогда Он такой говорит, реально? Ты росла бессушильная машина? Он мне говорил Я говорю, реально? Я говорю, мы вообще без машины росли какое-то время Да мы росли без памперсов Не только без памперсов Твои дети уже памперсы видели, а ты не видела Ты не видела памперсов Такие подробности уже нет Ну просто как, вот, знаешь, как ты так жила бессушильная машина Да Ну у вас такое было, наверное, в Екатеринбурге? Ты вешаешь белье на балкон, снимаешь, оно дубовое Оно даже может сломаться Да, у бабушки у меня было такое всегда Да, да Такой запах потом от него прикольно Как вы жили без сушильной машины? Да, как вы жили? Да Да До сих пор, наверное, даже, я думаю, зрители, кто смотрят Они еще не совсем даже понимают Очень редко у кого есть такая машина Да, в двух словах объясню Это обычная стиральная машина Да Похожая она на стиральную И на нее сверху ставится точно такая же, с таким же барабаном, такого же размера, но сушильная И получается как-то постирал, закинул И оно крутится вот так и сушится И если ты вытащишь сразу же, то там нет даже никаких этих складочек Как будто после... Да, если чуть-чуть не досушенное, то прямо это Да, даже не сможет досушить, но оно когда останавливается, его надо сразу вытаскивать Тогда оно было конглажено Ну да, я склаблажился Да Что у вас тут за конфетки? Это вот со свадьбы А, это что со свадьбы? А, вот это за свадьбы? Да, хочешь тебе букет свадебы? Покажи Это что-то русское тут, шоколад Да, это русский Это шоколад Это шоколад Так, где-то встать надо будет, я думаю, это нормально А, вот это венок, я вот, который была, потом он уже весь... Ты в венке в этом была? Да, я тебе скину фотографию, ты туда вставишь видео Он уже весь, конечно, взорвался Ну-ка А я что-то свадьбу искала, искала и не могла найти твою свадьбу Видела фотографии немножко, и все Слушай, ну вот это вот, знаешь... Вы не снимали, что ли, свадьбу? Снимали у нас профессионально, вот так готовить уже Это вот... Ты сама, что ли, это делала? Нет, это мне флориста делала, девочка Класс Вы, видишь, мы сухостой взяли вот такой Сейчас многие тоже не понимают, поясню, что вообще цветы, ну вот, они уже немножко изжили себя Ну, кто-то любит, конечно, вообще, если вот как бы в третх стиле Да, и вот такой стиль Боха, поэтому у нас свадьба была вот в стиле Боха И мы сделали вот такой флорист А вот это вот, вот это вот, он, знаете, какой редкий цветок? Его за две недели надо куда-то заказывать Ну да, вот так это... Красиво Ну-ка возьми руки его, я сейчас укажу Вот сюда Я, конечно, выгляжу немножко иначе, чем на свадьбе А на меня еще там тетика? Нет, вы понимаете, она говорит, выгляжу иначе, чем на свадьбе Вот я говорю, если бы я была такая, я бы никогда не красилась, не укладывалась, ходила бы голой Пусть смотрели, какая у меня красивая фигура Я подумаю над твоей фигурой Я вчера ей говорю, она пошла, я говорю, ну надо же с такой фигурой по Мексике ходить Спасибо, Наташа Прямо столько комплиментов мне сделала Ну, я же тебе правду говорю, вот когда ты работаешь усердно над своей фигурой, приятно получать комментарии Ну, конечно А вот ты думаешь, вот такой, как мне в таком возрасте, мне уже поздно начинать? Спортом? Посмотрела так вниз Никогда не поздно, почему? Ну, просто еще генетики, я говорю, генетики все равно разные Будем сваливать на генетику, так удобней Т Привет! Убийство Петiels Пет gems К Speaker Прямо Amen Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok